Полигон Красный Бор в Ленинградской области полностью ликвидируют через три года. В России это один из наиболее опасных для экологии объектов. Его рекультивация может обойтись в 10 миллиардов рублей. Такое мнение высказала зампредседателя правительства России Виктория Абрамченко, когда проинспектировала территорию. Полигон открыли в 1969 году. Именно сюда тоннами привозили самые токсичные отходы со всего Советского Союза. За полвека здесь появилось 70 котлованов, где хранятся отходы от 1 до 4 класса. Почти 2 миллиона тонн химикатов. Мы должны очень грамотно сейчас подойти, внимательно к этапу изыскания, сделать правильные выводы на этапе изыскания, убедиться, что мы знаем эти опасные химические вещества и знаем, что с ними делать дальше в процессе рекультивации. Мы должны прийти к выводу, что технологии, предложенные в рамках проекта, действительно позволят существенным образом снизить класс опасности веществ, которые захоронены на этом полигоне. С 2014 года отходы на полигон больше не завозят. До 2021 года содержание гигантской свалки было обязанностью Санкт-Петербурга. Сейчас проблемой занялись на федеральном уровне. Рекультивация территории – одна из самых сложных задач нацпроекта «Экология». Решать ее будет госкорпорация «Росатом». Ликвидация пройдет в три этапа. По всему периметру полигона создадут специальный защитный экран в грунте толщиной 5 метров. Все, что в жидких картах расположено, будет перерабатываться на опытно-промышленную установку, потом будет промышленная установка. Будем оттуда выделять воду. Значит, все твердые осадки, которые там есть, будут, по сути, у нас обезврежены, приведены в безопасное состояние и заполнены картами. На месте котлованов с химикатами после полной рекультивации высадят деревья или даже разобьют парк. Продолжение следует...